Трагическая кончина Чедвика Боузмана, ворвавшегося в киновселенную Марвел в образе короля Тичаллы, потрясла без преувеличения весь мир. Но при этом MCU, конечно, слишком огромная машина по продуцированию контента, чтобы остановить свою работу. Поэтому еще тогда, год назад, стало известно, что Черной Пантере 2 быть. Вот только, конечно, главный вопрос, а что, собственно, теперь делать с персонажем короля, повис тогда в воздухе и не разрешился окончательно по сей день, вызывая огромное количество самых жарких споров. Что же первый эксклюзивный слив со съемочной площадки фильма Черная Пантера 2, наконец-то дал нам ответ на основную интригу сиквела, раскрыв судьбу Тичаллы. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. И сразу хочу отметить, что версий того, что именно делать с королем Ваканды для второго фильма, было сразу несколько. Как часто бывает, мнения разделились, грубо говоря, поровну. Когда одни не могли даже и подумать о том, чтобы продолжать сюжетную линию Тичаллы без Чедвика Боузмана, а другие утверждали, что король не может так просто уйти. Потому в один момент, даже на полном серьезе, боссами Марвел рассматривался вариант с голограммой, то есть цифровым изображением Тичаллы для второго фильма, которое имитировало бы присутствие Чедвика Боузмана. Нечто наподобие того, что ранее уже проделали в Форсаже. Правда, потом сам босс МСЮ Кевин Файги сказал, что от такого варианта решили отказаться, и все же судьба Тичаллы до сих пор оставалась под вопросом. Пока в июне не началась работа над второй Черной Пантерой, которая должна выйти в следующем 2022 году, ну и само собой не появились первые сливы. На вот этих кадрах мы можем рассмотреть то, что в будущем должно стать тронным залом. Но что самое интересное для нас, это надписи на колоннах, которые теперь можно отчитать и перевести. Ведь в октябре 2020 года Марвел опубликовала официальную книгу по данной вселенной под названием Ваканда Файлз, где были сведения и по языку королевства. Так что самые ярые поклонники уже перевели для нас надписи на колоннах тронного зала. «Покойся в силе, король Чалла, наш герой, это была честь Ваканда навсегда». Что же не нужно быть прям супер знатоком или Шерлоком Холмсом, дабы понять, что подобные надписи свидетельствуют об оказании последней чести ушедшему королю. А значит все-таки подтвердится тот вариант, о котором еще ранее говорили инсайдеры. Что во втором фильме для нас делают вариант, при котором между первой и второй частью короля по сценарию убьют где-то за кадром. Ну или он умрет как-то по-другому, но факт в том, что конечно же во втором фильме живого Тичалла мы больше не увидим. То есть мы более не встретим персонаж Тичаллы, но узнаем, что он скончался и увидим, как его народ оказывает правителю знаки уважения и памяти. В целом, как мне кажется, это наверное лучший вариант из тех, что остались в распоряжении Марвел. Более того, все те же инсайдеры говорили, что теоретически в неком флешбеке или крошечном камео Тичалла все еще может вернуться даже и для второй части. В том плане, что у авторов первой «Пантеры» безусловно остался отснятый, но не использованный тогда материал с Чедвиком Боузманом, который теперь можно внедрить во второй фильм, как скажем тоже камео. Что же касается преемника или преемницы Тичаллы, то еще ранее сообщали, что это будет Шури в исполнении Летиции Райт. Правда, после скандала с твитами актрисы отношение Марвел к ней резко поменялось и сейчас уже далеко не факт, что именно Шури заменит своего брата на престоле. Возможно, это будет кто-то другой, например, называлось среди кандидатов имя Мбаку, тогда как другие сообщали, что черных «Пантеры» вовсе теперь будет сразу несколько. Короче, тут вопрос пока без ответа, но, по крайней мере, мы теперь точно знаем судьбу самого Тичаллы, как мне кажется, это лучшее решение, что могли принять в Марвел. Или у вас другое мнение? Давайте пообщаемся в комментариях, пишите все ваши мысли там. А также не забывайте ставить пальцы вверх и обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что впереди ждет самое интересное. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.